Торговцы сгоревших рынков Аян и Лжа перекрыли автомобильное движение на оживленной магистрали, так называемом Северном кольце. Причина – недавнее заявление чиновников о незаконности торговой деятельности и, возможно, переносе рынков. Они находятся на красной линии. Звановная толпа, требуя работников Акимата, перекрывает проезжую часть. После пожара, что принес убытков на миллионы, прошло 4 дня. С чиновниками, которым накопилось много вопросов, встретиться так не удалось, рассказывают предприниматели. Здесь стоять, пусть нам восстановит наши торговли. Мы не будем ждать 5 лет, пока нам АДМ построят сюда. Завидев журналистов, люди начинают жаловаться на потерю наработанных годами клиентов, о том, что годы придется ждать в долговых ямах, если власти будут строить новый торговый центр. Это опт, понимаете? И если вы, где вы нам место дадите? Ну и все, мы уже все, нам не надо места. Вот пусть они нам возмещат наше место. У меня все сгорело, я ничья осталась. Как я буду свою старость заживать? Проезжую часть освободили бойцы СОБРа. Они с утра дежурили подаль. После неожиданного инцидента, а решение перекрыть дорогу было чистой импровизацией, появляются те, кто может утолить жажду информации. Сегодня после обеда приедет представитель УЗО, отметит нам красную линию. Отказ до красной линии никаких строений не будет. За красной линией представители рынка сами уже будут решать. Строят дальше. Или торговый центр будет строить и так далее. Хорошо, красная линия. Красная линия. Ну кому-то если места не хватит, у кого-то если было 5 метров шириной, ну сделаем 3 метра шириной, а что теперь? Говорят, что захват здесь у нас какой может быть захват? Мы же не можем самозванцами здесь 20 лет стоять. Мы 20 лет уже здесь состоим. Руководители сгоревших базаров сообщили, что доступ на рынки им обещают предоставить после окончания работы дознавателей. Директора уже запланировали масштабную уборку территории. Однако до определения новой границы барахолки, не противоречащие законам, торговать по горельцам точно не смогут. Сергей Ким, Алмаз Нурдос, Алматы.